Шалом вам всем еще раз. Я бы, конечно, больше тему обозначил бы как введение в христианскую апологетику, потому что, хотите, в мессианскую апологетику, потому что как бы сама тема апологетики, она такая объемная, и люди ее изучают всю жизнь, и нам ее за четыре урока никак не пройти. В принципе, мы поговорим, как говорится, о каких-то таких важных вещах, немножко истории, немножко библейских текстов, немного важных значений каких-то таких, для того чтобы вы просто имели хотя бы впечатление, что это такое. Я хотел бы задать вопрос, может быть, кто-то уже что-то слышал об апологетике и знает, что это вообще. Защита веры. Защита веры. Хорошо. Какие-нибудь еще варианты? Защита Евангелия. Ну, на самом деле, защита веры, да, или в данном случае, как мы говорим, о христианской апологетике, то защита христианской веры, наверное, будет более, да. Ну, по определению понятно нам. Мы запишем потом несколько определений, я расскажу вам. Ну, в данном случае, как бы, мне все-таки хотелось бы вот от вас услышать некоторые, какие, может быть, вопросы или моменты, связанные с тем, что, ну, как вы думаете, нуждается ли наша вера в том, чтобы ее защищать? Совершенно верно. Вы уже приближаетесь даже к основным местам Писания, которые являются, лежат в основе апологетики христианской. Ну, что вы еще думаете об этом? Ну, пока для начала то, что вы как бы сами знаете или слышали. Хорошо, давайте тогда немножко, немножко истории, да? Значит, истории, апологетики. Значит, историю вообще апологетики можно разделить на три периода. Значит, первый период, он, в принципе, содержит в себе период истории, который до, значит, Никейского периода, может быть, вы уже слышали, да? Был такой Никейский собор, на котором были важны принятые решения. И также этот период можно продлить после Никейского периода и, в принципе, до появления магометанства. Знаете, что такое магометанство? Мусульманство. Да. Вот это вот первый период, ну, это его, как бы, такой вот продолжительный путь. Второй период начинается от появления магометанства и охватывает, в принципе, Средние века до эпохи Возрождения. А третий период начинается с момента появления гуманизма. И он продолжается, так сказать, по сегодняшний день. Немножко о первом периоде. Значит, появление вообще, как бы, по логитике, оно, в действительности, было вызвано тем, что появлялись люди, которые были против. Против своими высказываниями, против веры в то, во что верили и так далее. И, конечно же, в первую очередь, это, знаете, это было враждебное отношение со стороны иудеев и язычников. Ну, мы помним, что официальные вожди, первосвященники, все, кто входил в Синедрион, то есть главы, да, народа израильского, в тот момент они очень сильно выступили против Мессии Иисуса, да, и в конце концов они привели к тому, что он был распят. И они выступали против, конкретно называя последователей Иисуса, называя их Назарейской сектой. Было такое восприятие, да. И создавали определенные гонения. Вы помните, кто был первым мучеником? Да, диакон Стефан, помните, да? Он был также замечательный евангелист, проповедовал, и Бог через него совершал определенные знамения, чудеса. Но он стал первым мучеником, потому что иудеи, они начали гнать церковь. И в данном случае они всячески пытались искоренить из себя, ну так скажем, сегодняшним языком инакомыслящих. И они уже прибегли даже к таким методам, что применяли уже силу. В данном случае деяние 6 глава с 8 стиха по деянию 7 главу до конца 60 стиха описывается история о Стефане, когда он был побит камнями. Но там есть интересная проповедь Стефана. Вы помните отрывок с Писания, да? И мы видим, что Стефан в своей проповеди, он начинает уже как бы строить... Это было его свидетельство, да? Это был вроде бы евангелизм, это была проповедь Евангелия. Но в то же самое время мы видим, что в своей проповеди Евангелия он начинает с истории, да, народа израильского и продолжает рассказ таким образом, что как бы укладывает шаг за шагом откуда всё началось и к чему должно было прийти. И в результате он говорит, что тот, который пришёл, Мессия, вы не приняли, да? Но и были участниками того, что он был в результате и распят. Своего рода можно сказать, что это уже было как бы такое начало в действительности апологетического послания. Потому что он в данном случае уже выступает как защитник своей веры. Он не просто свидетельствует, но в то же самое время он защищает то, во что он верит. И в данном случае мы видим, что эта действительность уже является как бы первым таким прецедентом к тому, чтобы увидеть, что уже начиналась зарождаться апологетика в христианстве в тот момент. Насильственные методы по отношению к мессианским евреям, они продолжались со стороны иудеев, продолжались вплоть до разрушения храма. После чего все эти гонения со стороны иудеев прекратились. Ну вот, если мы говорим в отношении язычников, то с язычниками было на самом деле достаточно всё сложнее. И их противостояние по отношению к христианству было намного более ожесточённое. И, наверное, вы помните, что очень, в действительности, много вообще церковь, особенно первую церковь, когда она стала проповедовать язычникам и стала распространяться среди языческих народов, она была гонима долгие-долгие годы. И многих убивали, многих, написано, в тюрьму бросали, многие были преследуемы, кого-то растерзали львы, убиты были разными способами, обезглавлены и так далее. Кроме этих гонений, всё это дело сопровождалось определёнными выпадами со стороны языческого многобожия, и вплоть до того, что каждый раз придумывались какие-то разные способы и методы для того, чтобы сказать, что христиане — это плохо, что вера христианская — это то, что приносит разделение, то, что приносит разрушение и так далее. И именно в это время появляется также очень много различных посланий и связанных с тем, что… или апологий, которые, как называют их, связанных с тем, чтобы защищать христианскую веру. В первую очередь можно сказать о том, что язычники, они, знаете, видели отчуждённость христиан и уклонение их от участия в проявлении языческого культа. Ну, то есть христиане не участвовали в поклонении идолам, христиане не участвовали в различных мероприятиях, которые проводили язычники, а для них было нормально, что поклоняться одному Богу, что другому, что поклоняться императору и так далее, потому что все для них были боги. И это было для них всё хорошо. Но христиане не участвовали в этом, потому что это было, ну, скажем так, противопоказано, да, для настоящего христианина участие в каком-либо идолопоклонстве. И в итоге это вызывало, знаете, определённые подозрения, вот, и говорили, что у них просто есть тайные пороки, и приписывали им в тот момент различные гнусные преступления, говоря о том, что они совершают разные ужасные вещи. И общество, в конце концов, оно, знаете, было так это агрессивно настроено по отношению к христианскому движению, христианскому учению. Заметим также, что языческое общество в тот момент было достаточно очень хорошо образовано. Ну, в плане вот различных наук, исследований и так далее, да. Мы знаем, что была развита уже достаточно хорошо и философия, и различные науки, и так далее. И часто это образованное общество, оно уделяло место религии, знаете, как занятию философию, или вообще относилось к большим таким презрением к последователям распятого Бога. Ну, вы помните высказывание Павла, который говорит, да, что для иудеев проповедь о распятом Иисусе — это что? И родство, да, а для язычников — безумие. Помните, да? Вот. И в действительности, то есть, они смотрели на это дело и говорили, ну, это просто сплошное безумство. Как можно верить в распятого Бога? В конце концов, римское правительство связывало целостность и благополучие империи с крепостью в народных массах национальной религии, допуская чуждые культы только при условии давности их существования. То есть, в данном случае, если, например, религия или культ — это были древние какие-нибудь, да, то римское государство их принимало. Но мы знаем, христианство — это была как бы вновь зарожденная религия, но так она выглядела, хотя она не была вновь зарожденной религией, но выглядела как вновь зарожденная религия, и поэтому римское государство к нему относилось подозрительно и не могло его никак принять как в действительности тот культ, которому можно позволить существовать на территории Рима. И в конце концов, апологеты, знаете, они занимались тем, чтобы в действительности защитить свою веру, чтобы, во-первых, опровергнуть нелепые слухи о христианах и изобразить чистоту их жизни. То есть по отношению к правительству они доказывали, что они поступают верно в исполнении гражданских законов, что они преданы законопоставленным властям, они опровергали нападки языческих писателей, стремились показать нелепость языческих представлений о божестве, и также они показывали в исту христианского учения и его согласие с положениями лучших философов древности. И интересен еще такой момент, что у ранних апологетов мы не найдем систематического положения истин веры, то есть чтобы было полное раскрытие. И на самом деле более такое систематическое положение постулата веры, да, или доктрин, можно сказать так, уже вырабатывается гораздо позже. Но в это время они просто рассматривают какие-то определенные аспекты нападения и выстраивают защиту, выстраивают определенную позицию в отношении того, что на самом деле представляет собой христианство, для того чтобы люди извне, язычники или всяких оппоненты, могли трезво взглянуть на то, что они сегодня предлагают. Второй период он характеризуется, знаете, с новым врагом, который появился тогда у христианства на исторической сцене. Это было магоментанство, то есть мусульманство. Ну и также продолжалась борьба уже с умирающим язычеством, хотя мы знаем, что по сегодняшний день язычество, оно так и не вымерло, да. Христианство очень серьезно распространилось во всем мире, но в то же самое время язычество, оно по-прежнему существует. Ну и более того, знаете, последнее время я вижу, например, я очень часто стою на улице, раздаю трактаты, беседую с людьми, и все чаще и больше я вижу даже в нашем городе появление людей, которые называют себя язычниками. То есть в том отношении, что они именно в действительности понимают, о чем они говорят, в действительности, что они исповедуют язычество многобожье и возвращаются к определенным как бы традициям, не просто традициям, да, а верованиям, можно сказать, племен, которые здесь когда-то раньше жили. Ну не на этой территории, конечно, ну скажем там, украинской, российской стороне, да, то есть те, которые были в действительности язычниками. И здесь это становится сегодня, например, очень потихонечку такое нарастает и получает даже популяризацию язычества. И это странно, конечно, может быть, потому что чаще всего мы слышим, как люди говорят, я христианин, да, я верующий. Или больше даже сегодня выражается, я православный. За этим часто, правда, ничего такого нету, ну на самом деле серьезного, да, в том отношении, что на самом деле человек называется христианином или православным, или верующим. Но когда вы начинаете с ним более подробно говорить, то вы в итоге понимаете, что в принципе, по большому счету, можно было бы его определить даже как язычнику в том отношении, потому что хотя он себя считает христианином, но в его жизни присутствует огромное количество поклонений, которых он производит, идолов, которые находятся в его сердце и так далее. Значит, в это время, во втором периоде, значит, мусульманское вероучение особенно враждебно относилось к догмату о троичности и боговоплощении. И таким серьезным борцом против магометанства выступал святой Иоанн Дамаскин. Это была, как бы можно сказать, основная такая проблема, против чего выступало магометанство. Ну, вы знаете, да, что мусульмане верят в единого Бога, поэтому их позиция была тоже такая крайняя, в принципе, как и у иудеев в этом отношении. Поэтому упорную борьбу в тот момент христианские апологеты, писатели, они вели с мусульманами и также с иудеями, которые особенно оживленно заявляли о себе на Западе в то время уже. И, наконец, христианские апологеты не оставляли без внимания и немногочисленных поклонников старого язычества. Ну, все меньше и меньше они подходили к вопросам язычества, потому что в действительности язычества оно потихонечку становилось уже не так актуально. В этот период времени были серьезные такие сделанные работы, значительные именно труды, связанные со стематизацией и положительному обоснованию христианских истин, что осуществлялись ими особым схоластическим методом. И вот наиболее значительным в этом опыте, этот опыт принадлежит двум выдающимся схоластикам. Ансельму Кентерберийскому, это 1109 год, по Рождеству Христово. Ансельму Кентерберийскому, 1109 год. И Фоме Аквинату 1274 год. Некоторые из вас, может быть, сейчас думают, зачем нам эти имена и зачем нам такие сложные слова, которые, может быть, мы никогда в жизни не будем употреблять. Интересно, знаете, я когда учился в семинарии и приходилось слышать очень много различных таких слов, которые были, может быть, непонятны мне на тот момент. И вообще, может быть, некоторые слова слышал даже впервые. И один брат, он был из села, и он спросил, искренне так спросил, говорит, а зачем нам это все? Ну, зачем нам все эти вот фразы, выражения, слова и так далее? И преподаватель, он сказал такую умную вещь, он говорит, хотя бы для того, чтобы вы слышали, что такие слова есть. Потому что, когда вы столкнетесь с кем-нибудь в разговоре, допустим, тот, кто имеет, скажем там, ученость определенную какую-то, и начнет с вами говорить, чтобы вы не потерялись, чтобы вы хотя бы знали, что такие слова в действительности есть. Поэтому не смущайтесь, что иногда происходит так, что некоторые, например, моменты обучения, знаете, становится скучно, может быть, или как-то неинтересно. Но со временем, когда происходит наслоение определенных знаний, выражение всего остального, вы начинаете многие вещи понимать, и вам уже не становится так неинтересно. Вы, наоборот, расширяете свои знания, и многие вопросы начинаете, ну, как бы, видеть по-другому. Потому что до момента обучения вы видели так, знаете, а с каждым разом обучаясь, вы начинаете видеть все шире и шире, и понимать картину все больше и больше. поэтому пусть вас не смущают различные слова, которые мы будем использовать. Просто хотя бы услышьте их, для того, чтобы вы знали, что в богословии используются различные такие слова. И были, например, такие богословы. Значит, третий период это период истории и науки. И он начинается с эпохи Возрождения. Ну и, как я говорил уже, он продолжается до настоящего времени. Значит, он начался с увлечением классической древности и характеризуется постоянным охлаждением религиозного настроения и развитием неверия. Ну, вы можете видеть, да, что неверие, оно тоже имеет свое развитие. Понимаете, о чем вы говорите, да? Что неверие, оно также имеет свое развитие. Если, допустим, мы возьмем даже начало там 20 века, да, то мы можем видеть, что многие люди, они, ну, были хотя бы как-то богобоязнены, да? А со временем, скажем там, с обучением, с образованием, с повышенной грамотностью и так далее, богобоязненность стала куда-то исчезать постепенно, да? Вот. И особенно постсоветское пространство, да, имело особенное такое, можно сказать, клеймо идеологическое, которое привело к тому, что люди не только стали небогобоязнены, да, а стали вообще богопротивниками, не признающими Бога как такого вообще. Итак, главной задачей апологетов в этот период явилась борьба с некоторыми философскими течениями. в данном случае искажавшими христианские учения о Боге, как о троице, и такие учения это был деизм и пантеизм. В данном случае в отношении этих учений строились апологетические учения, которые были связаны с божественностью Иисуса Христа и истинности сверхъестественного откровения. Так, для справки просто хочу немножко сказать вам, что такое деизм, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Значит, деизм — это происходит от кореннего слова Deus, что с латинского языка переводится как Бог. и это религиозное философское воззрение, которое получило распространение в эпоху просвещения, согласно которому Бог, сотворив мир, не принимает в нем никакого участия и не вмешивается в закономерное течение его событий. То есть они верили, что все-таки Бог сотворил мир, но в то же самое время он как бы его сотворив, оставил его в покое. И мир сам по себе существует. Значит, деизм противостоит теизму, в основе которого лежит представление о божестве, проведении в постоянной связи человека и Бога. так и пантеизму, растворяющему Бога в природе и атеизму, отрицающему существование Бога. Деизм выступил с идеей естественной религии или религии разума, которую он противопоставил религии откровения. Естественная религия по учению деистов является общей для всех людей и представляет собой норму для всех позитивных религий, в том числе и христианство. Значит, что касается пантеизма. Значит, здесь есть два как бы вот корень и два как бы таких составляющих слова. Значит, пан — это все всякий, ну, атеос — это бог-божество. И пантеизм — это учение о том, что все есть бог. Учение, обожествляющее вселенную, природу. И пантеизм — он как религиозный натурализм. Этот термин, он был введен английским философом, которого звали Толандом. И он жив в 1705 году. Пантеизм имеет четыре основные формы. философом, я понял, что некоторым особенно понравился пантеизм, да? Это типа от слова понты, да? Вот. Пантеизм имеет четыре основные формы. первое называется теомонистический пантеизм. Да, если можно, вы сразу все отключите свои телефоны, чтобы они вам не мешали. теомонистический пантеизм, он наделяет существованием только Бога, лишая мир самостоятельного бытия. Вторая форма — это физиомонистический пантеизм. физиомонистический пантеизм. Физио. Физиомонистический. Физиомонистический. Вы знаете, чем прекрасно христианство? что в нем нужно всегда учиться и постоянно. Физиомонистический пантеизм. Значит, согласно которому существует только мир, природа, которую сторонники этого направления называют Богом, тем самым лишая Бога самостоятельного существования, согласно которому существует только мир, природа, которую сторонники этого направления называют Богом, тем самым лишая Бога самостоятельного существования. следующее это трансцендентный, трансцендентный, скобочков можете написать мистический пантеизм. пантеизм. Значит, этот, который обычно обозначают как паненентиизм. паненентиизм. Трансцендентный, да, мистический пантеизм, то есть трансцендентный это мистический, понятно, да? И его обычно обозначают как панентиизм. Панентиизм. Немножко дальше я буду больше говорить, мы будем меньше писать. Но когда мы пишем, это тоже полезно. Знаете, да? Уже вам сказали. Хорошо. Ну минимум разрабатывайте руки, да? А максимум что-то еще и в голове остается. Значит, и еще один пантеизм, да, называется имманентно тире трансцендентный. имманентно-тире трансцендентный. Имманентно-трансцендентный. трансцендентный. ну, вот к этому четвертому пантеизму, да, ну, согласно которому Бог осуществляется в вещах, то есть они верили в то, что, ну, или считали, или думали, как хотите, что Бог осуществляется в вещах. В столе, что пух. Да, то есть к ним вот принадлежали известные люди, например, как Спиноза, да, эту фамилию наверняка вы слышали, вот, или немецкие идеалисты, как Гёте, Шлейермахер, Эйкин, А вот Шлейермахер, Шлейермахер, Эйкин, за них я не знаю, кто они были, могу посмотреть. Они были немецкие идеалисты, как здесь написано. Ну, вот богослов Шопенгауэр, он о пантеизме сказал так, что пантеизм — это прежде всего форма атеизма. Все вот эти вот формулы, которые мы записали, да, он их определил одним выражением, что как бы они там себе не говорили, не представляли, не думали, в итоге всего-навсего это всего лишь обычная форма атеизма. А сколько у нас времени урок идет? А еще 15 минут, как скажете? Не, я спрашиваю просто. 45 минут, да? А, мы начали в 15, да? Хорошо. Чтобы я просто знал. Хорошо. Значит, ну, надо записать еще вот несколько фамилий. это особенные имена апологетов, которые были защитниками христианства. Значит, это Босюэта. Да, можно. Я постараюсь. Значит, среди защитников христианства необходимо отметить себе такие имена, как Босюэта. Ну, фамилия. Паскаля. И Шатубриана. Конечно, этих имен гораздо больше, но такие вот именно самые какие были, которые Шатубриана. И интересен момент, что самое большое развитие апологетика, то, что вот просто, ну, как бы для себя, вот, чтобы вы просто знали, она получила именно вот развитие, да, апологетики, получила в 19 веке. Самое большое развитие. Ну, имеется в виду, что вот особенное такое выражение по защите вот именно христианства было сформулировано и более четко так именно предоставлено в этот период времени. Ну, то есть, всю дорогу мы видим, там были богословы, которые были апологетами, которые писали защиту веры, разные трактаты, там на разных соборах обсуждались моменты, связанные с какими-то определенными доктринами, с верами и так далее. Вот. Но особенное такое развитие было в 19 веке. Ну, и причиной было также то, что в это время стало очень много появляться различных идеологических философий. И особенно это широко распространялось именно в Германии. Потому что вот в это время появилась такая немецкая идеалистическая философия, которая имела такой пантеистический уклон. И ее такое вот движение, оно было вызвано тем, что все ее как бы высказывания, все идеи этой философии, они именно подрывали основы истины христианства. И с развитием всяких этих вот таких вот взглядов, философии, каких-то движений, новых каких-то ответвлений таких херетических, которые даже где-то себя называли христианами, знаете, но это было в действительности ересь. Или они не назывались себя христианами, но на основе христианства пытались строить какие-то новые движения. И очень много это все происходило на 19 веке. Ну в это же время, например, в оппозиции христианству также сильно стояли натуралистические учения. они понимали эволюцию как теоретическую механику, ну как механическую эволюцию. Их теория заключалась в механической эволюции. в данном случае это подразумевается, что эволюция, значит, что происходило. Ну как они говорят, столкновение атома, помните? Взрыв, да, там и все остальное. То есть в этом отношении, то есть вот. Ну скажем, в нашей стране только в середине, ну я говорю как бы в нашей стране, говоря как бы о бывшем Советском Союзе, ну чтобы было понятно, потому что в действительности апологеты, такие более серьезные, появились тоже только в середине 19 века. Давайте наверное запишем еще пару определений, что же такое все-таки апологетика, да? Вообще на самом деле как бы сегодня практически очень мало используется это слово и даже среди христиан как бы вы не особо услышите использование этого слова, потому что ну чаще всего как бы не особо уделяется этому вниманию. Когда только может быть в каких-то вопросах люди сталкиваются с какими-то ситуациями начинают в действительности выяснять, ну знаете, столкнулись, например, с какой-то елей сюда и начинают выяснять, или с каким-то лжеучением, или с каким-то лжедвижением, ну сегодня как самое распространенное, там свидетели лжедвижением, 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 то у людей появляется может быть какой-то там где-то интерес, что-то выяснить по этому поводу и порой даже не подразумевая, для того, чтобы выяснить какие-то вопросы и дать ответы на то, с чем они столкнулись, им оказывается нужно обратиться к апологетике. Не к истории, а именно к апологетике, то есть апологетический центр, например, либо литература, которая связана с апологетикой, то есть вся литература, например, которая говорит о, допустим, о ереси и противостоянии этой ереси в отношении того, что мы можем высказать на основании истин нашей веры, да, то есть противостоять какой-то ереси истинно с нашей верой, да, того, что мы верим, вот это и есть уже, как бы, можно сказать, апологетика. Защита веры, да, то есть поэтому сегодня ну мы сейчас говорим о христианской вере, поэтому как бы не имеет смысл каждый раз повторять, что, да, христианская апологетика и так далее. Конечно, конечно. Ну вот давайте с определениями разберемся и тогда вы поймете по поводу, значит, апологетика происходит от слова апология, это греческое слово, которое имеет много значений, но основных как бы это защищать и обосновывать. то есть что здесь подразумевается? Защитительная речь либо письмо, сочинение, текст, которое направлено на защиту чего или кого-либо. и в данном случае предполагается, что объект апологии подвергается внешним нападкам. Поэтому если мы говорим в целом за апологетику, да, можем понять, что здесь речь может идти не только в отношении христианства, да, а в отношении чего угодно. в данном случае когда кого-то вы защищаете, да, то есть вы занимаетесь апологией. Да. Да, в таком смысле можно так же тоже сказать. Значит, а теперь если мы говорим именно о апологетике, как о защите христианской веи, да, это дисциплина, которая занимается рациональным обоснованием христианской веры. Это дисциплина, которая занимается рациональным обоснованием христианской веры. Слово происходит от греческого корня со значением, мы уже только что сказали, апология, да, основных как бы защищать и обосновывать, но добавим здесь еще несколько, со значением защищать, давать ответ, оправдываться, защищаться по закону. Оправдываться, защищаться по закону. Ну, в данном случае это может быть закон государства, закон библейский. Ну, если мы говорим в данном случае о христианской, да, апологетике, то имеется в виду библейские, да, законы, положения. Ну, в данном случае мы все-таки будем делать акцент на библейских законах, на библейских принципах. Я слышал, что один был апологетик такой, который в письме как раз защищает христианство, он указывал на то, что, правда, я не помню, кто, что христиане, именно это те, кто стабильно платит налоги, он на это ссылался. Честные люди, это же тоже так было? Да, совершенно верно. Это один из принципов апологетики. То же самое, что, в принципе, происходило, как мы говорили, в первом периоде, да, апологетики, когда нужно было показать, что христиане — это дробопорядочные граждане, да, что христиане — это те люди, которые уважают, почитают правителя, исполняют законы страны, следуют определенным положениям и правилам. То есть это была часть действительности той, которой занимались апологеты, показывая, что христиане на основании Слова Божьего ведут очень порядочный образ жизни. Ну, говоря о нормах, как бы, да, даже просто мирских нормах, то христиане ведут порядочный образ жизни. Апологетика, как часть христианской теологии, представляет собой систематизированное, аргументированное рассуждение. Апологетика, как часть христианской теологии, представляет собой систематизированное, аргументированное рассуждение. Отстаивающее божественное происхождение и непреложность христианской веры. Отстаивая божественное происхождение, апологетика как часть христианской теологии представляет собой систематизированное, аргументированное рассуждение, отстаивающее божественное происхождение и непреложность христианской веры. То есть в данном случае, когда речь идёт об апологетике, то есть определённая уже система. Система в отношении того, что выработаны определённые, можно сказать, как и правила, своды законов и понимание того или другого вопроса. И когда, например, возникает проблема с тем, что, скажем, христианство обвиняют в чём-то, как, допустим, мусульмане в своё время выдвигали очень сильный протест в отношении того, что Бог не может быть триединным. И в ответ христианские апологеты выработали систему, в которую входит порядок того, что они объясняют, каким образом они пришли к тому пониманию, что Бог в действительности является триединным. Итак, на каждый вопрос, который, допустим, какие-то мы слышим нападки со стороны любых людей, движений, государств, чего хотите, то есть апологеты именно занимаются этим вопросом, что они на основании Слова Божьего они определяют и дают понимание вопроса того, что христиане в этом смысле являются правыми. И здесь, в данном случае, мы чуть дальше будем об этом говорить, здесь не просто вопрос только, знаете, веры. И когда мы говорим об апологетике, нельзя сказать, что здесь никогда не идёт речь, ну я, может быть, применю такое слово, не очень подходящее, не идёт речь о слепой вере. Понимаете, да? То есть ищется объяснение, и в данном случае здесь должен присутствовать и разум, и аргументы, и всё остальное, да. Хорошо, давайте сделаем перерыв, и потом продолжим. Спасибо.